Аркаим Вот этот дух Аркаима, о котором много говорят, связь с космосом и так далее, вот здесь как можно ощутить таким образом? Вы знаете, я это ощущаю через тысячелетия, если честно говорить. Вы знаете, когда вы заходите в храм, видите вот намоленное место, у вас особое чувство. Когда мы на Аркаиме, вы знаете, когда вы впервые берете вещи, которые люди держали там 4000 лет назад, понимаете, когда вы ходите вдоль этих домов, остатков, потом вы сейчас на площади, где люди молились, молились тысячи лет. Понимаете, я думаю, достаточно немножко даже об этом знать, для того, чтобы вы уже были ненормальными. Давайте вместе с магнитогорскими руководителями муниципальных управлений послушаем рассказ уважаемого Геннадия Борисовича о том, что сейчас представляет собой уникальный памятник древней цивилизации. А уж потом я вам открою секрет. Зачем сюда приехали магнитогорцы? Это до греков. Это, скажем, протогреческая цивилизация в Средиземноморье. А у нас вот здесь такой цивилизационный пояс. И сейчас его знания о нем достаточно распространились. Сейчас они занимаются Украина, Средняя Азия и так далее. Вот здесь у нас был семинар рабочий, и здесь весь союз был, ну и зарубежные, там американцы, с американцами мы работаем, там еще с кем-то. Но для Европы, хотя Аркаим сейчас вошел и в энциклопедии, ЮНЕСКО издаваем, и в Италии, там американцы в журналах, там он обошел, так сказать, публикации пока такие ограниченные довольно. Ну, то есть капитальных научных публикаций еще нет в Аркаиме. Тем не менее, тем не менее, ну, к нам, в общем, едут все. К нам заказано проведение такой большой международной элитарной конференции. Все, кто занимается вопросами цивилизации, на 97-й год. То есть вот в 97-м году мы уже будем принимать, ну, выдающихся ученых мира. Там идет разговор о топографии, вот которая им, вероятно, Богом была предназначена. Должен быть обязательно природный круг. И вот они должны в этот природный круг вписаться. То есть они очень, с точки зрения вот ландшафта, они вообще были очень экологичными. Перед валом вы видите прогиб. Вот прогиб это ров. Глубина рва 2,5 метра. Ширина его до 6 метров ров. Стена была, мы сейчас на нее зайдем, высота в древности, ну, не меньше 3,5 метра. Земляной части. И сверху еще была деревянная, 2-2,5 метра деревянная стена. Так что если мы посмотрим со стороны подошвы, то это метров 8. То есть если вы с точки зрения врагов, значит, вам же надо в ров опуститься, потом наверх. То есть сооружение очень мощное. Ну, для того, чтобы понять, насколько оно было мощное, по основанию, это 6 метров по основанию. Внутри коридоры, проходы, бойницы и так далее. Если вы представите, что это 4 тысячи лет назад, это никаких, это только лук и стрела, это камень прощевой, это никаких, так сказать, пушек, никаких орудий, то вы можете представить, какое это было. В общем, другие есть поселения такие, где ширина стены до 10 метров. Мы все знаем. Вот по этому прокалу можно судить. Я еще раз повторяю, аркаим сгорел. Вы на дне можете увидеть прокал, полосочки. То есть можно посчитать количество мостовых, которые они клали. Там какая была облицовка стен. Ну и прочее, прочее. Вы знаете, даже иногда встречаются элементы крепежа дерева. То есть как крепилось дерево. Вот вы видите темные вот эти полосы. Это остатки от столбов. Ну а мы метагорцы приехали сюда для того, чтобы воочию убедиться, стоит ли аркаим того, чтобы вкладывать в него деньги. Но не нужно упрекать моих земляков в излишней расчетливости. Они ясно себе представляют, что плодами уже реализованной идеи создания здесь международного туристического комплекса воспользуются даже не дети наши, а только внуки. Это только в исполнении Остапа Бендера Нью-Васюки строились за 2-3 минуты экранного времени. Чтобы возвести здесь сеть автострад, отели, международный аэропорт, понадобится десятилетие. Это богатство древней цивилизации. Представить ее, какой она была, это народное достояние. Для того, чтобы оно стало именно, ну как сказать, прибыльным, неприбыльным, ну не совсем, но можно было бы, так сказать, показывать и рассказывать, его надо обустроить. В обустройстве должны принимать участие все. Поскольку магнитка ближе всех, и у нас есть достаточно строительных мощностей, с тех изначально необходимых, собственно, здания, музея, пусть дачье, в первую очередь, жилой поселочек, гостиницы, дороги, надежные электроснабжения. В этом все надо будет нам принимать участие, силами наших строительных подразделений, решая при этом, конечно же, вопросы финансирования. То, что здесь вот за короткий промежуток времени уже построено, оно на сегодня не дает возможности большому количеству людей прикоснуться к древностям. Много еще и предстоит сделать. А вообще сама природа, вот эта степная зона, степные просторы, и это не плоский стол, это живописная местность, оно впечатляет.